Всем привет! Вы на канале Condition Play, меня зовут Александр, и сегодня мы играем в Atomic Heart. Атомное сердце погрузит нас в эпоху высокотехнологичного Советского Союза, где люди научились делать роботов искусственный интеллект. Игра, естественно, напомню, роботами, стимпанком, советскими песнями, серпом и молотом, и, конечно же, большим количеством красного света. Вот, а пока мы не начали, хотел бы попросить вас подписаться на мой канал, нажать колокольчик, чтобы всегда знать, когда выходят новые ролики, ставить лайк под видео и, конечно же, оставлять комментарии. Комментарии. Пишите все, что угодно, все, что хотите пожелать. Хороший липок, абсолютно неважно, отвечу на все вопросы. И, естественно, конструктивная критика только приветствуется. Ну, долго вас задерживать не буду. И мы пока начнем. И, кстати, говорят, чуть не забыл, чуть не забыл, есть канал в Дискорде, где я буду писать анонсы игр, какие я буду проходить, в каком порядке очереди. Соответственно, обратная связь со мной. Ссылочки все будут в описании, так что присоединяйтесь. Так, и посмотрим. Так, у нас есть уровень сложности. Мирный Атом. Рады приветствовать вас на легкой обзорной экскурсии по предприятию номер 3826. Товарищ. Эффектные и динамичные бои с роботами не будут требовать от вас значительных усилий или сильно отвлекать от повествования. Конечно, сражаться все равно придется, но в истинном напряжении вас будет держать только сюжет. Это, посмотри, картинка это, типа, доминация над роботами. Так, знаешь, робот это никто. Так, локальный сбой. Нравится преодолевать трудности? Достойно уважения. Не станем вам мешать. Это не прогулка по парку. Некоторые боевые ситуации могут показаться сложными, а задачи потребуют хорошей сноровки. Зато вы всегда сможете вдохновиться чувством собственного превосходства после прохождения очередного этапа. Если больной хочет жить, врачи бессильны. Тут уже, видишь, уже борьба с роботом. Ну, а Армагеддон, как я вижу, по картинке все понятно. Товарищ обладает богатой фантазией и грязными мышлишками. Тут уж ничего не поделаешь. Так и было задумано. Стесните зубы покрепче. Вас ждет настоящий кошмар. Где для выживания понадобится опыт, скорость реакции, умение правильно распоряжаться ресурсами. Экономьте патроны и всегда держите один про запас для себя. Любимого. Конечно. Ну, конечно же, мы возьмем Армагеддон. Шутка удавалась, да? Конечно, мы возьмем среднячок. Мы же хотим пройти игру. Пройти игру и получить какое-то небольшое такое вот натяжение такого сложности. Вообще игра очень интересная. Очень, очень ожидаемая. Очень, наконец, сочетание. Наш колбас изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Отвали перчатка, сам знаю. Я тут не впервые. Говорящая перчатка. Видали вообще? Представляете, советский человек бы увидел говорящую перчатку. Ну, это вообще будет взрыв мозга просто. Солдатик, смотри. Газетку читай. А, что здесь морские звезды делают? Красота, красота. Красота, красота. Советские песни поют. Смотри, люди делают зарядку. Велосипед. Смотри, какая красота. Так, атомаран какой-то интересный. Внимание... Что там написано? Внимание... Спасательный... Дорогой походчик, газировки не желаете? А я желаю. Летающий автомат. Это же вообще мечта просто. Мечта всех советских людей... С удовольствием. Чтобы автомат с газировкой подлетал к нему сам. Песеньки, атмосферка такая, добродушная, веселая, дружелюбная. Ооо, безалага. Шарики, блядь. Смотри, какие все эти шарики технологичные. Красота. Красота. Ооо, клубничная улица. Площадь Ландау, улица домашняя. Вообще, ну прям... Катамаранок такие интересные, блядь. С твоими машинами, Андрей Михайлович. Что они тебя разбегали? Как все вовчиков распустил. Вовчики. Эти кусатых вовчики, да, зовут? Отлично вообще. Такое, советский вовчик. Бабуля там с роботами разбирается. Посмотри. Ооо, что такое пролетело? Ооо, смотри, много работы, забот, не беда, верный друг, робот поможет всегда. Так, конечно. Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Приживаете. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. С берегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штукхаусен ведет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой позже. Вас понял. Товарищ майор, вам надлежит прибыть в лабораторию. В воздушном порту вас ожидает автомобиль Турбина. Вам все понятно? А почему машины такие, это, пусть и чищи? Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, сану. Нормально так, по-русски. Я думаю, она нас, играющий, удивит еще много чем. Ну, это прям вообще так необычно. Товарищ. Ага, ага. Совсем скоро начнется выступление генерального директора предприятия 38.6. А, это академика Сеченова. Все такие были сплоченные, дружелюбные. Советский Союз. Мне очень нравится атмосфера Советского Союза. Да как-то, как-то вот, как-то вот, как-то вот, как-то подружелюбнее что-ли было. Ой. Че там так? Рывками какими-то. О, ты посмотри. Плохо железка исполняет. Хорошая координация. Вы похвалили робота? Я удивлен. Это потому, что он не лезет ко мне со своими советами. Эй. Видали? Развлекаются люди. Мороженое кушают. Вообще красота. О, музычка играет. Газопровод. О чем, можно что-нибудь нажать? Прыгать по камеру. Здрасьте. Че подскажете? Че подскажете? Че? Хоть моряком, хоть звездочетом. Вот о чем думали советские люди. Они... У них были цели, у них были мечты, стремления. В космос полететь люди мечтали. Что, блин? А это что такое? Че он делает? Че он делает, интересно? Че друган? Че делаешь? Танцует, что ли? Или нет? Доступно стрелять, 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 стрелять или бесплатно в пунктах по миляризации. Добрый день, товарищ. Подходите, я в полном вашем распоряжении. Желаете получить мысль? Давно пора. Не, 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 спасибо. Я просто смотрю. Зачем смотреть, когда можно получить это уникальное персональное устройство? Прямо сейчас. А, бесплатно, да. Я могу подобрать вам нужную конфигурацию. Вплоть до цвета. К вашим глазам подойдет фиалковый. Вы ведь уже прошли полимеризацию? Вы даже не представляете на сколько. Разве мысль заработает раньше понедельника? Конечно. Разве вы не знаете? Судя по вашей униформе, вам разрешается опробовать мысль уже сейчас. В данный момент устройство работает не только в качестве телефона и налогового фонарика, но и позволяет... И налоговый фонарик. Ощущениям от его ношения. Она же бесплатна? Абсолютно. Давайте я вас подключу. Все бесплатно, все для людей. Пожалуйста, берите. Так, ну что, надо оно нам или нет? Ну давай возьмем, давай. Нам надо, наверное, выбрать, да? А, нет, он фиалковый. Ого. Что он делает? Странно. Не могу получить доступ к вашим биометрическим данным. А, ясно. Возможно, какой-то сбой. Извините. Ладно, не парься. Я все равно не люблю бижутерию. Бывает. Извинитесь. Знаете, спасибо. Ничего не надо. А ты что скажешь? Это маленькое устройство. Большая победа для себя. Конечно. О! Ну что, там музыка слушает? Это вроде дополненной реальности, что? Дополненной реальности. А, чему это же? Прекрасный день. Великий. Уж Сеченов-то покажет. Вот, неплохо вот эта вот атмосфера. Скоро начнется. Принесите чай. Ничего, печенье еще принесите. Родненько его. Товарищ, ну что вы там стоите? Хотите, заходите к нам. Вместе смотреть будем. Нет, спасибо. Ну, погоди, что ли. Ну, погоди, что ли. Ну, погоди, смотрят. Что еще? Так, и что, дверь можно? Как зайди так вам? Опа. Господи, какая же она страшная. Куда? Вот эти глаза. Сука. Вот эта гриппа-тала вообще жесткая такая. Тетенька, вы меня не пугайте. Ой, господи, а. Ладно, давай, что-то. Терешкова. Придентайте, вестник предприятия, товарищ. Всем направлением прорывы как раз к полимилизации и в биологии, и в робототехнике, и в оружейном деле. Женое, как пью. Прям красота. Прогресс не стоит на месте? Именно так аж гордость берет. А что-то, о, давай, а что там в биологии нового? А что там в биологии нового? А что там достигли-то? Ну-ка, давай-ка. Решительно все, дорогой товарищ. Вот, например, завершили разработку экспериментального витаминного комплекса, который обещает срок жизни каждого советского гражданина довести до 100-150 лет. Ну, это вообще, конечно, мощно. Это ж сколько терпения нужно, чтобы столько жить. Так, давай робототехника. В область терпотехники, как делишки. Говорят, через 5-6 лет роботов уже будет не отличить от людей. Обещают, что антропоморфным моделям, вроде меня, полностью обновяя покрытие на отзывчивую к мельчайшей мимике полидерму. Вот так придете купить газетку и даже не догадаетесь, что разговариваете с роботом. Как помогает, то лучше, когда сразу видно, кто машина, а кто человек. Здоровье. Ну-ка давай про оружие не делаешь, что-то расскажем. Про оружие не делаешь, можешь тебе рассказать, ага. Про оружие не делаешь, можешь тебе рассказать, что профессиональное любопытство. Что там нового. Заметка про новое оружие скромное, но вроде как товарищ Коложников, основываясь на работах Гаусса, собирается улучшить электромагнитное оружие, мощность обещает поднять в 3-5 раз. Пионер, смотри, ну прям вот эту атмосферу хорошо. Ну, по мишеням, конечно. Ну ладно, давайте, пойдем. Ну, не буду вас отвлекать, всего доброго. Газета мне сейчас столько не хватало. Накое оно мне. Газета существует в качестве источника информации, если вы не в курсе. Я в курсе, что для этих целей не прилепили на руку тебе. Товарищ майор, я могу выводить на сетчатку вашего глаза информацию об окружающем мире. Это не заставит вас стать умнее начитать вывески плакаты. Процесса трехмиллионов. Праздничный ужас. Вот паршивец. Полетай, не обретай, коллективу подключай. И что может, что там? Фиалковый. До понедельника. Но в понедельник-то само собой, лишь бы завтра с утра дождь не включили. Белье хотела сушить. Дождь не включили, дождь что? А, они еще погоду контролируют. Хорошая погода будет. Товарищ майор, подслушивать личные разговоры неприлично. Смотри, что такое. Будьте мой сладенький. Присоединяйтесь к коллективу. С помощью системы мысль. А че если вам на них стоять? Они ничего не скажут. Че? Че такое? Мысль обретает в жизни смысл. Смысль. Простите. Не работает до нас ваша мысль. Смысль. Храпит. Все такое веселенькое, такое интересненькое. Вчера я прошел полимеризацию предварительно. Чувствую себя великолепно. Начал изучать физику и химию. Ого. Здорово. Видал? Я сегодня собираюсь полимеризироваться. Всем остальным до понедельника ждать. На челомеи уже можно пожинать плоды советской науки. Ого. Видали. Опа. Поливалку. Что это за штука-то такая? Что этот робот делает? Танцует просто. Что он делает? Вот это что такое? Ну это какая-то архитектурная, похоже. Натура у меня такая. Чего? Натура у меня такая. Хочется мне, чтобы все, с чем я работаю, было создано мной и моими друзьями. Все. От молотка до ракеты. Валентин Николаевич Челомей. Это вот на таком катамаране мы приплыли. Такого что-то с речкой у них грязноватенько-то. Ты видал? Робот-диджей вообще. Как они, вовчики? Прямо вообще, крутотень, конечно. Прямо вот этот колорит вообще в одном месте все собрано. О! Она что? А! Фотографируй, да? Начинаю съемку! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Отлично! Сказалитесь на камеру на игру по лову! Я весь ближе! Все влезем! Давайте так, чтобы атом в кадр тоже входил! Надо, чтобы стабли тоже было видно! Вот до того края, чтобы было видно! Будет отличная композиция! Давайте я буду дамой из будущего, а вы два моих солдата! Есть! А я тогда кто? Типа меня тут нету что ли? Надо еще как-нибудь! Есть идея? Так! Алло! Давай ты с Толиком! Будете рабочей с колхозницей! А ты? А я космонавт! Замри! Начинаю съемку! А я буду я! Стоять! Ну что там? Все! Давайте посмотрим, что получается! Что там? Что там? Ой! Подождите нам, что вышло! Мне кажется, я моргну! Ну-ка! Ну точно! Моргну! А где я? Еще по разу! Только надо, чтобы весь Атом вошел на этот раз! Ну давайте вот так присядут! Начинаю съемку! Товарищи! Становитесь на памятное групповое ухо! Давай фотку показывай! Давайте так, чтобы Атом в кадр тоже! Ну ладно! Ясно! Короче! Нас не покажут на фотографии! Что делаете? Приходите по памятному! Приходите по памятному! Спад постребованности столика прогнозируется через 5 часов! 7-5 часов! Адам! Сердце робота! Для всех возрастов! С сотрудникам предприятия! Это трава! Что будет по-другому! Миру знает о силе Родины! Загорает! Чайку! Солковского! Клубничная! Ландау! И вообще! Вот! Ладно! Пойдемте, наверное, выполнять задачу, которую у нас пройдет! Опа! Газировочки можно бабахнуть! Отлично! Одна монета 3 копейки! Вода лимонная! И мы тоже бабахнем винуточка! Чайку! О! Вовчик моет стены! В мороженое, да? В мороженое, да? В мороженое, слушай! Давайте мороженое покушаем! Советский пломбир и айцкимо! Что, бесплатно, что ли? Ну, прям красота! Что-то он быстро вот так слопал! Кто-нибудь вообще ел вот так мороженое быстро? Ну, что-то, конечно, странный чувак! О! Обойдите толпу! Какую толпу? Что, достать не можешь? Все, сломался! Сломался твой робот, новичок! Вот, дожгли сгинку там! Нормально! Что-то... О, господи! Что, кто кричит-то? Отправляемся в заразе! Один укол и дальше пошел! Укол! Еще и уколы какие-то ставят! Ладно, пойдем! Пойдем уже наш дед... Проходите к мемориалу на экскурсию! Да, спасибо большое, спасибо! Обязательно проем! Столько счастливых и благополучных людей на улице! О! Как в Китае! Вы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только не был! Ну... Ну, в Китае может и не... Предприятие 3826 располагается не так далеко, а земли союзного Китая! Мне нравятся только эти люди! И говорят там красиво! Не врут! Не спеши! Не спеши! Не спеши! Не спеши! Что это такое? Момент в истории науки и техники! Учшие умы СССР! Могучие ученые! Товарищи Вавилов, Захаров, Королев, Курчатов, Лебедев, Павлов, Сеченов, Филимоненко и Челомея объединяются в единый научный коллектив, положивший начало стремительному взлету научно-технического прогресса СССР и всего мира! Вы прошли всю войну, товарищ майор! Вы что-то вспомнили? Ни хрена не помню! После того ранения ни черта не могу вспомнить! Вертится что-то в голове, а что? Не понять! ну куда же, конечно же. Убирайте вооружение! Мы в общественном месте! да пошел ты! Изобретение водородной и ячейки 1939-й год, октябрь. Товарищ Сеченов Лимоненко создаёт первую советскую полимерную водородную и ячею с этого момента будущая робототехника СССР обı таит глобальные перспективы. О пов к уп! Чума! Ничего себе ! Коричневая чума, 1942 год. Осознав неизбежность своего краха, Третий Рейх наносит всему миру страшный, подлый и бессиловичный удар. Враг выпускает на свободу смертельный вирус коричневой чумы. Вирус уничтожает людей с огромной скоростью. Спасения от чудовища пандемии нет, существующие медицинские препараты бессильны. Война отняла СССР жизни 10 миллионов граждан. Коричневая чума унесла 150 миллионов наших товарищей. Скорбим и помним, ибо никто не забыт, и ничто не забыто. Вот как. Вот создание предприятия 3826, прям как пущу в лед, ты посмотри. Стартует в СССР, стартует глобальная государственная программа развития промышленности, народного хозяйства. Создает годы отечественной науки, предприятие 3826, квинтэссенция научно-технического гения советских ученых. Отлично вообще. Вот, коллектив 1.0, 46-й год. На территории предприятия 3826 состоялся успешный запуск нейросети коллектив 1.0. Первая в мире глобальной сети, способная днить в себе все достижения человечества. Во, первый полет человека в космос. Ну вот, ну, тут как бы они такие взяли какие-то ключевые точки из истории и, как бы, сюда тоже их поместили в эту игру. Могучая наука СССР совершает, казавшаяся невозможным, советский космонавт Юрий Гагарин совершает первый полет в космос. И это прекрасно. Так, давай идем дальше. Задерживаться долго не будем. Ну, красиво, красиво. Атмосферно так. Вот как-то вот живо. Вот тут вот что-то делает. Поверить не могу, что звезды могут быть. Товарищи, настанет день, когда человек создаст... А что он делает? А, он уже проектов. Марсе, Венере и других планетах нашей Солнечной системы. Не проходите мимо, товарищи. Взгляните воочию на модель Вселенной. Ну, вот эти цитаты, у меня такое ощущение, как будто вот эти три человека... Как будто это один и тот же человек, просто в разных возрастах, да? Одна и та же моделька. Вот этот вот, кстати говоря. Так, подожди, куда мне идти-то надо было? Вот сюда, что ли? Что он делает-то, я понять не могу. О! Здравия желаю. Майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор. Добрый-добрый. С днем рождения коллектива! Угу, я безмерно рад. К делу, у меня мало времени. Разумеется, перед вами будущее советского образования. Личная разработка Академика Сеченова. Полимерное просвещение. Полимерное просвещение. Миновали ими, когда граждане СССР должны были тратить года на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания. Например, физико-математического вуза. И вы, образованный гражданин, хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пионетах? С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому. Ой, да-да-да, знаю-знаю. Можно пропустить эту прелюбию? Простите? Ну, конечно, в вашем случае потребуется что-то более действенное. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобятся. А товарищ Сеченов знал, что вы придете и уведомил меня о вашем прибытии, агент П-3. П-3. Просто я сейчас решила. П-3. Какую капсулу? Ой, я думаю, вот эту капсулу что-то там валялось вообще. Что это за капсула такая у вас? Что вы мне тут даете такое страшное? О, как. Сейчас он и будет. Ох ты, он еще и подключился. Ого. Выбросил, главное. На мусорю? Ай-яй-яй. Вы добавили в свою перчатку функции сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Ну, фантастика прям фантастика. Со специально предназначенным жестом, пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Сожмите все пальцы, кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется. Офигеть, блин. Кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Святая Инквизиция. Что это за... Ну да, очень интересно. Нажмите левый альт. Ах, стись, дочь моя. Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. Абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени. Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые огласы вверхи. Ничего себе. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас одерживать. Конечно же, пригодится обязательно. Так, а куда тебе бежать-то? А, вот сюда вот, да? Опа! Лай, что это с роботом делать? Зачем ему сытость делали? Я понятен могу. Да, блин, даем. Нароже-то на твою посмотреть можно? Усатик. Капец. Музычка хорошая, такая позитивненькая, да? Оооооо! Начинается. Пройти через мост. Ну, давай пройдем. Ну, красота вообще. Какая-то масштаб. Здравствуйте, дорогие товарищи! Капец и Сеченов это предприятие 38-26. О, я нафига. Я думал, сейчас как бабахнутся, а не сюда. Продолжение следует... ...чёрные логи стоят... Турбина... А чё не все с этими номерами? Ну хоть бы не поделились бы номера поменяли... Ну вы конечно все... 1359... 1359... Ну как-то... Отхладно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор! Ваша машина уже потана! Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц! Я-я, натюрлих! Опа! Заблудились! Так, вы сейчас смотри! Это наверное научный совет это, да? Как красиво сделано! Наш лифт только что прибыл! Отлично! А куда нам? Либо самая важная его часть... Это люди! Высокоразумные индивиды! Объединившиеся в единый могучий разум! Не знающий никаких преград! Вот, коллективный интеллект тут разрабатывает и думает! Ну вообще прям... Взрыв мозга! Науки за феноменально короткое время! Иметь доступ ко всем знаниям человечества! И конечно же, приумножать их собственными открытиями! Больше не нужны больше управления... Громоздкое оборудование... Долго что-то он едет на этом лифте конечно, ужас! Блин! Дуло пистолета... Перед тем как выпилиться... Ну давай пойдём, посмотрим что наху... Ой... Вот они! Вот они! Вот оние... Две эти дамочки... Очень странные такие... Я так понимаю, это текст хронит его... О, она материализовала просто это. Чё, всё? А, надо обратно. То есть мы сюда поднялись только всего лишь за ходами. И чё нажимать? А, он сам поехал. Всё, я понял. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всём Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Угу. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся ещё выше. К звёздам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далёкие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть своё величие. Энтузиазм. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Идея. Фантазии и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Хм. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний П-3. Человек рождён, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей. Угу. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдёт. Но, обо всём по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова. И проведёт в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Сажусь в машину. Давай лучше подметай, чувак. Вон, ты да смотри, какой грязи. Ты чё? Чувак? Чё? Плохо-то с вами имеется. С обязанностями справляешься. О! Солдатель. Отличная машина. А в ней до сих пор двигатель внутреннего сгорания станет? Машина замечательная. Она уничтожена. Ну чё, мы прямо на машине будем ездить? Когда на электродвигателе поставят, вот это будет сложно. Нифига себе, вот это да. А что происходит? Что это такое? Это ещё кто? Алло, сынок. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Нежелаем вам приятного полета. Он прям истёгиваться заставляет. Ты посмотри. А-а-а! Вот оно чё! Здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных городах страны. Да-да-да, я только что оттуда. Не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей силой. Политику найди. Мы заготовили достаточное количество устройств в мысль. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озёрск, председатель горосполкома товарищ... Да, может уже просто музыку. Другое дело. Хе-хе-хе-хе-хе! Ну красиво, красиво. Ничего не скажешь. Отлично! Ведь могут когда захотят. Да вообще. Миллионы, 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 алых, алых... Ах, чё... Я вижу, вы наконец-то изволили вылететь на задание. Не прошло и часа. Заргут. Я волю, Майнфюрер. Что вы сказали? Я говорю связь, Шалин. Но спасибо, Гер, что хаос. Все инструкции Академик Сеченов мне уже вынесли. Ах ты, так это еще и города парящие. Ё-моё. А мне кажется, что это было уже слишком. Мне кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и прохиндеев. Скажите, не сочтите за труд? А вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрий Сергеевич, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу Колымаги? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную Колымагу тащит робот, который носит название «Шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? Летающую свинью? Вы где-то видели летающих свиньев? А вам коровы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на Кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну, так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов у меня возникло предложение. Давайте так, вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел ты, заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был, не мешай. Кто тут ни разу не был? Вы? Я твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. Свою жизнь для тебя превратил в цветы. Зончик хороший. Красивые виды. Почему они города? Интересно, мэр. Неужели на земле жить уже нельзя? Вроде бы как это. Вроде бы как я там видел зеленый дес. И все нормально, да? Че они в небо то улетели? Вас приветствует аудиогид предприятия 3826. Скоро мы прибудем в точку назначения. Расчетное время прибытия 1147. Температура за бортом плюс 26 градусов Цельсия. Легкий ветер. Легкий ветер. Перед вами мост «Союз Гранит», проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахарин. При помощи железнодорожного сообщения, основанного на принципах магнитной левитации. Магнит передовой технологии конструкторского бюро Челомей, личной разработки профессора Лебеденского. Сейчас вы можете наблюдать работу автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих для нужд комплексов предприятий. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час. Управляемое удаленным узлом нейросети. Коллектив 1.0. Ну, нифига себе, нифига, чечо себе красота. Вот это да. Почему? Жалко, что смотреться не дает. Центр Сечина, основной модуль обработки радиосигналов и управляющий орган узла нейросети. Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами под солны, способными видать электричеством весь комплекс ВДНХ. Они у нас всегда были, такие, веселенькие. Поселения и железнодорожные нити Маклев. Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие 3826. Понятно, я решила не показать. Стеллу призыв Родины, посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенной по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса Вавилов, место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятий. Вы наблюдаете Стеллу, серб страны, по эскизам скульпторов Мухина и Гебанникова. Нейросеть коллектив 1.0 при помощи роботов самостоятельно возвела Стеллу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. На предприятии 3826 мы всегда рады приветствовать новых специалистов со всех уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего Советского народа. Прямо сразу в лабораторию его. Товарищ майор, давайте руку. Да, провожу вас в комплекс ванилов. Да, ничего не случилось. Все нормально. С информацией по этому поводу роботы функционировали в статусном режиме. Как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой! Эй, ты ублюдок, желез! Ты чё парень! Валите нахер отсюда, придурки! Как неувежливо с их стороны! Работаем. Да, вы остановлены. Ага, все. Да, отъебись ты уже, сука! О-о-о, нормас так. Наш подъем продолжается в штатном режиме. Ты серьезно, что ли? Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа. И произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Опа! Пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена! Во! Пиздец! О-о-о-о! Что-то пошло не по плану. Атомное сердце! На этом, наверное, мы серию закончим. Продолжим в следующей серии. Такое вот... Ну ладно, давай, хорошо. Хорошо. Чувак с похмелюки просыпается. Все ночи попалые. Ну вот все летают же, роботы нормальные. Это... Просто... Часть роботов какой-то. Да-да-да. Черт, как же болит башка. Черт, как же болит башка. Что-то тут прямо уже конкретно такая скучка пошла. Топор какой-то, я вижу, да? Или лопата. Че это такое? Ох ты! Вот способности. Топор! Ох ты! Вот способности. Топор! Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Ой-ой-ой-ой-ой. Совершенно верно. А это робот. Ой, а курочка? Ой, курочка, извини. О, кровавая баня. Так, ну ладно. Сохранение у нас было. Это мы уже, наверное, в следующей серии продолжим. Ну, а вы были на канале Condition Play. Меня зовут Александр. И мы проходим Атомное сердце. Долгожданная игра, которая, наконец-то, вышла. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы всегда знать, когда выходят новые ролики. Ставьте лайк под видео, если понравилось. И, конечно, оставляйте комментарии. А мы с вами не прощаемся. Увидимся в следующих сериях. Всем до встречи. Всем пока.